Привет, меня зовут Тимофей Петров. Я учусь на первом курсе магистратуры МФИ и МФТИ по программе «Квантовая теория поля», «Теория струн» и «Математическая физика». Привет, меня зовут Алена Мастюкова, и я аспирантка первого года обучения кафедры российского квантового центра физтехшколы ЛФИ в Московском физико-техническом институте. Добрый день, меня зовут Иван Гущин, я являюсь заведующим лабораторией структурного анализа инжиниринга мембранных систем Центра исследования молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний школы ЛФИ и МФТИ. С детства меня очень сильно интересовала научная фантастика, особенно концепция космических кораблей, которые могли преодолевать пространство-время с помощью гиперпрыжков. Меня настолько вообще впечатляла эта идея, и поэтому я вообще, наверное, стал изучать физику. Еще в школе я поняла, что точные науки, а в особенности физика, это точно мое. После 11 класса я поступила в МГТУ имени Баумана, и там из всего многообразия физики мне больше всего по душе пришлись квантовые технологии. Начав учиться, я понял, что хотя я знаю основные физические законы, я понятия не имею, как они применяются к живым объектам, к моей руке, к деревьям на улице. И с этого начался мой интерес к биофизике, которая до сих пор только растет. Бакалавриат я оканчивал в МИФИ, где познакомился с различными концепциями физики, но в процессе обучения понял, что по-настоящему я хочу заниматься именно тем, что связано с теорфизом, и особенно с тем теорфизом, который изучает гравитацию, ну и в частности теорию струн. Тогда я начал думать на тему, куда пойти в магистратуру, и сразу, в общем-то, вспомнил о физтехе как о центре российской теоретической физики. Когда пришло время поступать в магистратуру, я долго не раздумывала. Я хотела продолжать свою работу в РКЦ, и поэтому поступила на кафедру российского квантового центра в ЛФИ. Вступительных экзаменов в МФТ я очень боялась, ведь принято считать, что физтех это очень сложно. Но на сайте приемной комиссии есть программа вступительных экзаменов, есть ютуб-разборы задач и их решений. На удивление, на экзаменах очень дружелюбная атмосфера, и я даже как-то не нервничала при его сдаче. Там уже интересуются вашей личностью, а не вашими знаниями и вашими умениями. После окончания магистратуры я поступил в аспирантуру Института структурной биологии в Гренобле. Там мои исследования стали частью большого проекта, реализуемого в лаборатории того института, МФТИ и исследовательским центром Юлихом. После окончания аспирантура я работал в Германии, и в это время университетская наука в России очень быстро развивалась. Я поучаствовал в конкурсе молодежных лабораторий на физтехе и его выиграл. И с тех пор руковожу лабораторией структурной анализы инжиниринга мембранных систем. При поступлении на физтех не стоит волноваться из-за обилия кафедр, поскольку, несмотря на это, вам обязательно помогут определиться с тем, что наиболее вам подходит. Физтех — это один из немногих российских вузов, где ты можешь заниматься наукой полноценно прямо в университете, как экспериментальной, так и теоретической физикой. Уровень исследований на физтехе является очень высоким для России и хорошо заметен на международном уровне. Вообще главная цель фундаментальной науки в том, чтобы создавать новые знания. Для этого нужно делать что-то, что никто еще никогда не делал. Это суперсложно, но суперинтересно. Учиться здесь, конечно, непросто. Все-таки это физтех. Но благодаря чувству познания нового, радости от обретаемого опыта, все трудности становятся преодолимыми. Квантовые технологии развиваются на наших глазах. Квантовый компьютер используется не только для решения научных задач, но и для задач больших индустрий, например, авиастроения или машиностроения, или для задач энергетики или логистики. И это очень интересно и действительно меня увлекает. Сегодня физтех — это уникальное место, в котором собраны все методы биофизики и структурной биологии. Что еще важнее, здесь есть люди, которые умеют ими пользоваться и рады учить им студентов. Поэтому мы ждем всех, кто хочет заниматься наукой и развивать наше общество. Субтитры создавал DimaTorzok